Один из моих замечательных друзей, учитель, каждый раз, когда встречается и обсуждают многие жизненные проблемы, говорит и начинает любую встречу с словами. И я начну ее имя сегодня. Здравствуйте, добрые люди! И вот сегодня, когда я слушал то, что происходило, видел, я поражался. И одновременно екало сердце. И я вспоминал одного героя. И, простите, я иногда буду задавать вопросы. Согласитесь ли вы отвечать или нет? Скажите, пожалуйста. Поднимите руки, как классик. Кто согласен? Спасибо, что вы не бросили меня, поскольку я психолог. А психологи, в отличие от политиков, спрашивают или исследуют только с согласия людей. И поэтому первый вопрос. Я вижу столько юных молодых лиц. Но вдруг даже среди юных лиц есть те, кто смотрели добрые старые советские фильмы и видел фильм с Гурченко Людмилой, который назывался «Карнавальная ночь». Кто-нибудь видел этот фильм? Я сегодня, когда сейчас видел происходящее, все время думал, елки-палки, извините, неужели я окажусь сейчас после того чуда, которое вы увидели, и который точно Евгений Шварц назвал «Обыкновенное чудо» в роли одного профессора на «Карнавальной ночи». Его пригласили, чтобы он людям, которые улыбаются, веселятся, хотят поцеловать и обнять друг друга, прочел лекцию «Есть ли жизнь на Марсе?» И когда оказываешься в такой замечательной роли, то думаешь, Господи, глаза людей, сердца людей, вокруг все происходит, а ты приходишь, встаешь. Слава Богу, я попросил, чтобы трибуны не было, и говоришь, здравствуйте, я пришел вам рассказать, есть ли жизнь на Марсе, а может быть нет. Я не хочу быть в такой роли, и поэтому, немножко ломая ту презентацию, которая была, ломая ее и фрагментами передаю по очень многим причинам. А теперь посмотрите на этот слайд. Вы видите название «Учитель в поисках самого себя» из слова «Жить, а не выживать». Жить, а не выживать? Вы помните старый вопрос человека, на которого многие хотели замокнуться, особенно в фильме «Берегись автомобиля»? Вильяма, так сказать, самого Шекспира. И был вопрос, гамлетовский вопрос «Быть или не быть?». И сегодня перед нами вопрос «Жить, а не выживать?». И когда этот вопрос стоит как риторический вопрос, я сегодня, находясь здесь, как говорят некоторые мастера, здесь и теперь четко вижу чудо, который говорит, я приветствую тех людей, которые верят в фестиваль, пришли на фестиваль, потому что фестиваль, что бы ни происходило. Наши коллеги говорили, что мы живем ведь на вулкане, вы хорошо это понимаете, но фестиваль на вулкане – это уникальный праздник. И когда фестиваль происходит на вулкане, это доказывает, что мы с вами живем, а не выживаем. И чтобы жить, а не выживать, надо ясно видеть эту жизнь, надо некоторые моменты чувствовать и пропускать сквозь себя. И для меня было невероятно важно, что сейчас были такие кадры, от которых их не придумаешь, не изобретешь. Что такое сгорание, нам говорили наши дети. Что такое происходит с родителями, нам говорили наши родители. Ведь прошлый год был самым редким годом в образовании мира. В прошлом году, 1 сентября, в школы пришли не только дети, но и все родители. Такого года не было никогда, чтобы школу 1 сентября еще не понимали. И родители вдруг почувствовали. И учителя. А каково это быть учителями? А каково это быть в школе? Но учителя почувствовали. И так здорово, что здесь родители. А каково это быть родителями? И начался, вместо замечательной вещи, семья и школа, начался совершенно другой мир. И в этом мире я хочу только на некоторые вещи обратить внимание, что мы почувствовали, что то, что мы делаем, и то, что мы живем, это говоря словами одного из моих любимых мастеров, Бориса Леонидовича Пастернака, поверх барьеров. Учителя России, родители России, ученики России сегодня живут поверх барьеров и преодолевают те сложности вулкана, которые есть в мире. И все равно они открывают перспективы. Поэтому, чтобы понять, что мы сегодня с вами не просто учителя знаний, а учителя жизни, увидим те драмы и те риски, через которые вы переходите и преодолеваете. Следующий слайд, пожалуйста. Драмы нашего времени. Каждый раз, когда находишься в каком-то времени, говоришь, в какое же я попал в тяжелое время. Я скажу вам, самая большая драма, это когда мы ложимся под прогнувшийся мир. и говорим, господи, сейчас такого времени никогда таких не было. Я хочу вам сказать, вслед за Толстым, самое опасное в этом времени превратиться в социального адаптанта и конформиста, который не сам принимает решения, а работает по формуле. Кто знает, что такое формула У-2? Я подскажу. Угадать – угодить. Как только мы начинаем жить по формуле У-2, мы сами переговариваем к себя к тому, что проигрываем в этой жизни, а еще приходят добрые люди, по-разному добрые. говорят, учителя, учителя, вам трудно, но вы держитесь. Вопрос только за что? И вопрос главный – ради чего? И каждый раз, когда я слышу «вы держитесь», я вздрагиваю. Потому что на самом деле невозможно держаться, только в движении можно изменить мир. И когда мы говорим «наше время трудное», я хочу, чтобы вы слышали следующие строки. «Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуношные бденья и мечтание о том, что ты проснешься в каком-нибудь веке ином. Время – это дано. Время не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. И не верь, что грядущий вскрикнет, всплеснувший руками жил когда-то такой. Да бедняга от века с очах. Нету легких времен, и в людскую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах. Сегодня мы на фестивале. Фестиваль – праздник. Фестиваль – веселье. И сквозь веселье мы доказываем, что мы перешагиваем эту драму и следующую драму. Пожалуйста. Драма – потеря понимания. Каждый раз мы сталкиваемся с тем, что мы общаемся и не понимаем. человек, которого я нежно люблю, Лев Семенович Выгодский говорил, что понимание мысли человека без знания мотива человека есть неполное понимание. Мы все время в трагедии драмы непонимания. И пожалуйста, поднимите руки, кто слышал вопрос. Я Вас не понимаю. А кто страдал от непонимания? Такие есть? Можете не понимать? Спасибо, что подняли руки, но я не хотел бы, чтобы мы такие красивые учителя при всей красоте занялись психологическим стриптизом. И смотрите, эволюция. Есть выживать, размножаться. Есть выживать. И наконец появляемся мы, люди. И ключевой наш вопрос зачем я здесь? Вопрос о понимании. Следующий слайд, пожалуйста. И в этой ситуации драма нашего времени, когда говорят школа во всем виновата, детские сады во всем виноваты, а что происходит в мире. Каждый раз у меня разрывается душа, когда за все тяжелое, что происходит на планете, кого винят? Учителей. Кого винят? Школу. И знаете, когда школа работает козлом отпущения за все грехи общества, это невероятно. Поэтому наш с вами труд самый трудный, а сейчас идет тяжелейшая вещь, и вы это преодолеваете, вы действуете. Как можно было подумать, что кто-то когда-то на вечном огне шашлык жарить будет? То есть вот уникальная ситуация, когда мы должны донести смыслы, дальше, пожалуйста, и межпоколенческий разрыв. Вы сегодня его видели, не буду вам говорить. Сейчас благодаря тому, что сделали мои коллеги здесь, на этом фестивале, были такие кадры, все слова, вся вербалика, это не передает этого межпоколенческого разрыва. Дальше, пожалуйста, я ускоряюсь. И главная драма коммуникации между тех, кого называют цифровые аборигены цифровые мигранты. Вот этот маленький пример. Замечательная ласковая бабушка. Знаешь, романтично и тихо из чего состоят облака. И ребенок. Конечно, музыка, фотки, файлы. Вот еще раз, вот эта драма непонимания, она, ее надо учитывать, она выходит на первый план. Я, например, отношу себя к цифровым мигрантам, а не цифровым аборигенам. Цифровым мигрантам и каждый раз, когда я выхожу, а я выхожу в этом году в сентябре будет 50 лет перед студентами Московского университета, полвека, я каждый раз, у меня пот, они, я человек, я представляю, все вам говорю, под отношению к ним я человек юрского периода. И главное это понять и главное начать самим учиться. Дальше, пожалуйста. И это в той ситуации, когда все время потеря доверия. Дальше, пожалуйста. И это одна из самых страшных драм времени равнодушия. Скажите, кто слышал фразу в тех или иных выражениях, что я тебя в упор не вижу. Был один мастер по диагностике, как уничтожить одаренных детей. Его звали Михаил Афанасьевич Булгаков. Он словами Воланда сказал, а вы не замечаете одаренных людей, и они вымрут сами. То же самое к учителям, они вы не замечаете, я не продолжаю. Дальше, пожалуйста. И в этой ситуации ключевой риск потери я. Дальше, пожалуйста. И в этой ситуации смотрите на этот мост. Главный маркер эпохи это потеря смысла жизни. В позапрошлом году было проведено исследование великих страхов человечества. Всегда на первый план на пьедестале какой, как вы думаете, был страх все годы, 10 лет назад, 20, 40, как вы думаете, какой страх? Не буду мучить. Страх смерти всегда был одним из самых страшных страхов на земле. Это правильно. Но буквально позапрошлом году на первое место вышел страх потери смысла жизни. Ради чего я существую? Зачем я живу? Когда я говорю эти слова серьезно, я вспоминаю маленький диалог пациента с врачом. Пациент спрашивает, доктор, жить буду? А врач отвечает, а смысл? Этот вопрос ключевой. Дальше, пожалуйста. И в этой ситуации не буду говорить. За синдромом выговорания стоит потеря смысла. Дальше, пожалуйста. и это мы сегодня здесь делаем удивительные вещи вопреки абсурдам времени. Смотрите, сколько было посетителей, когда был экономический форум в Петербурге. 13,6 миллионов новостей. Это просто взрыв. А теперь следующий сайт. Одно из самых событий в Москве ММСО. Только ну форум это выставка. Что такое? Почему мы должны с вами вместе обществу сказать учитель главное без этого не увидите образование что в мире. дальше пожалуйста. И в этой ситуации у меня вопрос. Кого мы больше любим? Искусственный интеллект или естественный? Когда я смотрю даже в год науки приоритетные проекты есть вещи которые надо понимать и которые не понимают в упор. По сути дела образование это процесс развития личности и естественного интеллекта. Но сколько мы говорим об искусственном поэтому я приветствую всех в этом зале как проектировщиков естественного интеллекта. это самое трудное самое важное надо понять учитель это тот кто помогает человеку кто помнит детский мультфильм Баранкин будь человеком вот это главное и Айзек Азимов смотрел бы на нас и изумлялся он говорил ведь в правилах роботехники нельзя трогать человека но почему правилах приоритетов можно трогать учителя поэтому кто важнее воспитатель искусственного интеллекта или естественно дальше пожалуйста кто и отсюда почему мы говорим сегодня можно ли жить так как жили вчера можно ли идти вперед с головой повернутой назад я задаю эти вопросы как риторические вопросы когда я своему внуку подарил весь гордый сказку о царе Сталтане с великолепными иллюстрациями я такое получил он взял в руки книжку и сделал вот так ну картинки а потом посмотрел на меня и я понял что я до сих пор будучи человеком который все время в общине не понял главной задачи что такое учитель или что такое педагог я сегодня говорю об этом впервые и мне это тяжело и важно и значимо вам сказать простая вещь в чем главная суть нашей с вами повседневной обыденной работы каждый из нас страдает когда он неинтересен другому человеку вы это согласны с этим когда мы неинтересны другим это тяжело и каждый пытается или хочет чтобы он был интересен тогда он существует но в чем отличие всех людей на земле от педагогов если другой человек страдает от того что он интересен или неинтересен то ключ главное в нашей профессии мы профессиональные борцы за интерес других людей мы можем быть интересны другим только при одном условии когда мы интересны сами себе поэтому педагогическая профессия это профессия когда мы завоевываем интерес к другим у других людей особенно у детей когда мы интересны сами себе вот если этого нет тогда и происходит экзистенциальный вакуум меня недавно позвонили и спросили можете прочесть лекцию я спросил кому люди иногда разные спрашивают поэтому я спокойно отнесся почти ненервно и мне говорят знаете мы хотим чтобы вы в нашем детском саду прочли первой группе детского сада слушайте так трудно когда в культуре трудно я всегда говорю дошкольники вперед как сделать чтобы дети 4-5 лет мы были интересны я задрожал я испугался я сказал можно я лучше прочту заведующим детского сада и поэтому нельзя использовать старые карты чтобы исследовать новый мир когда я говорю эти слова Альберта Эйнштейна я вспоминаю то что вчера увидел в университете знаете я вчера мне было все интересно я просто у меня начался какой-то эйфория интереса я был в университете и что потрясало я видел горящие глаза людей и вижу ваши горящие глаза и когда оказался и в университете а потом да простят меня организаторы нашего события совсем поразительное когда мы ночью пошли смотреть школу ночь самое замечательное место чтобы видеть школу видишь ее всю и никто не мешает ее смотреть и я смотрел университетскую школу со счастьем и радостью а мы будем вести дни этого фестиваля в университете где вы обратили внимание здесь в кадрах уже на архитектуру где как храм божий как духовная ценность и так далее то есть практически сегодня фестиваль который происходит в Елабуге это фестиваль который помогает создать карты исследования нового мира не по Джульверну не завтра не послезавтра а здесь и теперь и в данном случае я это говорю дорогой мой ректор если можно на секунду покажите лицо народу встаньте дорогая Елена покажите еще раз лицо встаньте дорогие коллеги это же живое перед нами настоящее чудо если бы люди которые сделали так чтобы вам было интересно которые побеждают все трагедии и говорят какие бы не были бури мы с вами живем а не выжимаем и я хочу сказать что вот эта сращенность университета и школы это уникальная вещь я не знаю в России других моментов где школы были в структуре университета услышьте меня не базовые школы вы меня хорошо понимаете у нас их немало когда-то в 93-м году я придумал будучи в виде образования России формулу школа-лаборатория мы все время находимся в школах которые держат карты нового мира и что я увидел самое важное то что мы происходят здесь чтобы строить новый мир это следующее я всегда рассказываю что однажды заблудился в Париже и ночью спросил у доброго французского человека а как пройти в центр одиннадцать или двенадцать ночи добрый парижанин смотрит на меня и не понимает говорю по-английски выковиркиваю на совершенно непонятном французском и тут он мне говорит а в Париже нет центра вдумайтесь в эти слова я увидел вчера в университете аудитории в которых нет центра это совершенно другие пространства жизни аудитории где нет центра ты входишь и помните фильм большая перемена когда заходит герой ему говорит пришел садись за парту у нас все четко здесь тот кто авторитет а тут все внемлют а пространство другие и это очень важно и когда сегодня говорили что Елабука другие города Елена вы сегодня в кадрах говорили следующие слова смотрите даже в дальних городах сегодня благодаря мировой паутине изменились понятия центра периферия больше нет миров где только один центр понятие провинция исчезает я хочу чтобы вы это четко отрефлексировали поэтому не надо искать Гарварда или МГУ только в столицах они рождаются в других местах мир меняется меняется время новые карты скажите пожалуйста кто бы сегодня назвал книгу путешествие из Петербурга в Москву садись на Сапсан и за и вы почти мгновенно там поэтому мы в другом мире дальше пожалуйста и здесь главный вопрос который на нашем фестивале центральный здесь показывается во всех площадках смысл кто знает зачем найдет любое как нам не нужны цифровизации и так далее которые бессмысленны даешь цифровизацию когда-то говорили экономика должна быть экономной когда-то говорили даешь электрификацию электрификация цифровизация нужны только под смысл а учителя это конструкторы смыслов дальше пожалуйста и в этой ситуации самое опасное если мы с вами будем двигаться и жить по формуле я знаю как надо замечательный бард Александр Галич сказал не бойся тюрьмы не бойся сумы не бойся моро изглада а больше всего бойся того кто скажет я знаю как надо если бы я не буду здесь очень чистый стул каждый раз в образовании я очень боюсь что кто-нибудь влезет на стул или выше встанет перед вами и скажет правильной дорогой идете товарищи сегодня когда выступал ректор он сказал мы живем в мире неопределенности да мы живем в мире неопределенности сложности и разнообразия и если хоть кто-то скажет только этот путь посмотрите на него психотерапевтически дальше пожалуйста и самое опасное попасть в эффект колеи в эффект ловушки когда мы все время говорим ищите тренды ищите тренды ищите тренды в образовании в науке в культуре когда я слышу всюду ищите тренды мне так и хочется сказать не тренди поэтому еще три вопроса маленьких чтобы вы почувствовали как возникают стереотипы я их часто задаю но сегодня задам еще раз согласитесь ответить те из вас кто чуть постарше и ближе и ближе к моему возрасту помнит ли как назывался в школе листок в которой ставились оценки кто помнит как он назывался табель отлично скажите пожалуйста как называется вот такой шнур по которому передают информацию электричный кабель так скажите пожалуйста а кто убил Каина а теперь подумайте секунду не чувствуете атеистичные вы мои вот на самом деле все было наоборот и когда пришел бог Каина он спросил а где брат вы а тот ответил разве я сторож ну вы все сказали многие знают эту библейскую притчу сказали неправильно почему у вас возник стереотип мы все время рождаемся и переходим через эти стереотипы через эти ловушки дальше пожалуйста и задача образования во все времена следующая либо мы живем в мире различий стирая и не видя в гомогенной реальности либо в достойной жизни когда есть разнообразие самое опасное если мы в школе своими действиями кого-то стирают посмотрите на меня пожалуйста сейчас раз два три четыре смотрю на родителей пять скажите пожалуйста кто-нибудь поделится тем что хоть на секунду испытал когда я его сейчас считал никто никто не поделится весело было вижу по невербалике не было весело вспомните мультфильм который назывался он и нас и считал а теперь подумайте как часто нас с вами считают мультфильм Продолжение следует...